Девятого мая мы празднуем День Победы. Так складывалось десятилетиями. Этот праздник называют святым, великим и с каждым годом он наполняется новым смыслом. Мы не просто говорим о победе над фашизмом. Отношение к Девятому мая стало некой красной линией, которая отделяет одних граждан от других. Одно мировоззрение от другого, один мир от другого. И знаете, я вам скажу так, я никогда так не горжусь своей страной, как Девятого мая, потому как вижу, сколько граждан идет к вечному огню, сколько несут портретов того самого бессмертного полка. И тем не менее, я считаю, что этот праздник нужно защищать. Особенно сегодня, когда в обществах идут другие войны, рождаются другие герои, ну или реабилитируются враги. Почему так происходит? Чья в этом вина? И постоим ли мы за ценой, защищая свои родные ценности и святыни? Давайте разбираться. Вы смотрите полюс, где мы с вами на одной стороне. Здравствуйте! И я представляю гостей, которые добрались сегодня до полюса. Виктор Гайчук, депутат от партии социалистов Республики Молдова. Добрый вечер. Добрый вечер. Политолог Борис Шиповалов. И вам здравствуйте. Здравствуйте. Зурат Тодо, политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. И особенно мне приятно, потому что это премьера Михаил Давыдов, глава представительства Россотрудничества Республики Молдова. Добрый вечер. Здравствуйте. Зурат, первый вопрос к вам. Вот я в подводке сказала о том, что я считаю, что сегодня этот праздник нужно защищать. Вы со мной согласны? Почему да, почему нет? Абсолютно согласен. Когда я шел на эту передачу, я как раз думал о том, сколько неприятных текстов, сколько таких провокационных заявлений делают люди, для которых дата 9 мая не праздник, они так считают, сколько выбрасывается грязи в социальные сети именно на тему, чтобы бросить тень на великую победу. И буквально за 2-3 недели, как раз до приближения 9 мая, вот появилось все это. И документальные фильмы какие-то подозрительные появляются, и запись отдельных лиц в социальных сетях и так далее. И я понимаю, что для этих людей 9 мая это как такая дата, которая их просто коробит, их этих вот людей корежит. Ну неприятно им осознавать, что есть такая дата 9 мая, дата Великой Победы, есть это великое событие, есть эти грандиозные процессы, которые были связаны с Великой Отечественной войной и со Второй мировой войной. И мне иногда кажется, что если бы погибшие в годы войны смогли бы посмотреть, что произошло на постсоветском пространстве, вот на пространстве, которое когда-то представило себе единое государство, Советский Союз, я думаю, они были бы очень сильно огорчены тому, что произошло после 45-го года в целом. Они погибали, они шли в бой, мечтая о том, чтобы мир пришел на землю в целом в Европе и чтобы защитить страну. И я думаю, что они хотели видеть не то, что мы сейчас наблюдаем на постсоветском пространстве в целом. Но наша, я считаю, наш святой долг это защищать память погибших, защищать эту великую победу, потому что все это, все эти негатив, которые мы наблюдаем, связанный с 9 мая, он не случайен. Это не есть, скажем, проявление дурного характера или воспитания или каких-то таких вот неприятельских, неприятных убеждений тех или иных людей. Это есть определенная линия, которая направлена на то, чтобы переосмыслить эту дату. Во-первых, во-вторых, пересмотреть итоги Второй мировой войны в целом, внушить всем гражданам, которые проживают на постсоветском пространстве, всем тем, кто является наследниками победы, внушить комплекс вины, что якобы это не победа, а это нечто другое. И для меня, например, вот таким показателем и границей является одно слово, вот это мерзкое слово, которое придумали, я считаю, мерзавцы, вот это слово победобесие, которое они часто связывают и приурочивают 9 мая, и время от времени вот мелькает в средствах массовой информации. Для меня сразу понятно, что этот человек мерзавец просто. Вот извините, это не дипломатическое, не телевизионное слово, нельзя его употреблять, но по отношению к этим людям, которые употребляют это слово, я считаю, можно. Потому что, действительно, здесь красная черта, здесь линия. Потому что, если возьмем, к примеру, Молдавию, то здесь, опять же, все понятно, для большинства граждан это праздник, потому что 400 тысяч уроженцев Молдавии, республики Молдова, принимали участие в Великой Отечественной войне, 400 тысяч уроженцев. Если мы будем говорить о том, что были попытки привлекать в Румынскую армию на стороне Румынии и на стороне гитлеровской коалиции, то там всего удалось набрать 25 тысяч человек. И из них почти половина дезертировала в первых же боях. То есть, сразу же понятно, вот на этих цифрах, это факты, понятно отношение жителей нашей страны и нашего региона к этой дате. Поэтому, я полагаю, что здесь нельзя давать спуску этим людям. Надо сразу же давать им отпор всеми возможными способами, ну, естественно, законными. И помнить о том, что, по сути, борьба продолжается и идеологическая война продолжается. Потому что вот попытка навязать комплекс вины, это опять же, это часть геополитической войны против России и против бывших республик Союза СССР. Спасибо. Очень подробный ответ. Ну, господа, вы как считаете, необходимо ли нам защищать победу? И от кого? Борис Андреевич. Необходимо защищать, естественно, защищать от тех, кто пытается фальсифицировать историю, фальсифицировать те события. Те, кто пытается переложить вину, образно говоря, с больной головы на здоровую. Ну, вот в августе месяце мы с вами будем отмечать 80 лет так называемого Пакта Молодого и Реппентропа. Сколько тут грязи выльют, сколько выльют бочек дегтя по поводу того, кто начал войну. Будут говорить о равной ответственности Советского Союза, нацистской Германии. Так уже говорят. Ну, они вот говорят, это их вот идеологическая позиция. Кого? Тех, кто проиграл. Тех, кто нас не уничтожил. Тех. Вот это их сегодня действие. Однозначно. Поэтому защищать нашу великую победу мы должны и надо. Для того, чтобы вот нацизм не возродился. Для того, чтобы фашизм опять не разросся. Мы же прекрасно знаем, что во многих европейских странах есть фашистские партии, фашистские группировки. В одних открыто, в других скрыто, полулегально. Но они существуют, они действуют, работают. Мы видим, что происходит на соседней Украине. Бандеровское движение. Мы прекрасно знаем, кто эти люди, которые уничтожили порядка полутора, два миллиона там своих же населения. Поляков, евреев, своих же украинцев. Только 400 тысяч советских военнослужащих было уничтожено. Это громадная цифра. Они открыто воевали. Мы видим, что делается в прибалтийских республиках. И мы видим, как бы вот эта вот просвещенная Европа, которая нам пытается навязать какие-то непонятные ценности, спокойно смотрит на то, что там русские люди живут без гражданства, о том, что они лишены элементарных прав, о том, что по улицам и площадям прибалтийских стран сегодня маршируют эсэсовцы, которые с оружием в руках воевали, ну скажем так, против антигитлеровской коалиции. Конечно, нужно защищать. И сегодня же это все переходит в основном в плоскость пропагандистской войны, идеологической. Ну я сказала вначале, да, что сегодня другие войны и другие герои. Борьба антифашистского мира, и я не побоюсь этого слова, борьбы тех, кто или втайне, или открыто сочувствует нацистам и фашистам. Для меня вот тоже вот водораздел, 9 мая, день победы, или это там день Европы, какой-то день еще кого-то, все остальное. Пусть кто что угодно празднует. В моей семье, в моем родном селе, у моих друзей всегда в семьях праздновался день великой победы над нацистской Германией и европейским фашизмом. Спасибо. Господин генерал, вы как полагаете? Конечно, я считаю, что день победы это нельзя отрицать. И я осознаю, что в нашем обществе есть еще люди, не есть еще люди, а есть часть людей, которые на самом деле не празднуют этот день. Хорошо, если те, которые, скажем так, нейтрально относятся, но есть те, которые и агрессивно относятся, которые несут идеологию. Поэтому я всегда говорю, что кто возродил, воздрузил знамя на Рейстагов? И все вопросы тогда снимаются. Потому что хотим мы или не хотим, есть у истории объективность. Объективная реальность такова, что советская армия, в составе которой были и молдаване, и русские, и наши граждане, она освободила, во-первых, свою территорию, потому что немцы до Москвы были, освободила всю Европу. Поэтому вот такие аргументы конкретные. Конкретные. Но то, что пытаются все равно наше сознание повернуть, это факт, это борьба, она не исчезла, противостояние Восток-Западу не исчезло. И я считаю, что исходя из того, что мы нейтральное государство, исходя из того, что и Конституция, и в принципе и президент поддерживают эту идею, и все мы поддерживаем эту идею, мы, я имею в виду, и Союз офицеров, и партия социалистов. Но все равно при нейтральном статусе мы четко и осознанно знаем, что советская армия, Советский Союз победил, принес свободу в Европе. Господин Давыдов, вы знаете, как у нас говорят, если хочешь обидеть россиянина, скажи что-нибудь плохое о Великой Отечественной войне. О войне, о героях Великой Отечественной войны. То есть для россиян эта дата, она на самом деле означает нечто святое, к чему никогда ни один россиян не позволит прикоснуться к грязным рукам. Вот почему это стало такой болевой точкой? Ну, в Российской Федерации хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, это святой долг, День Победы это общенациональный праздник гордости и вечной памяти. Я хотел бы отметить, что и в Республике Молдова это особый день, это особый день на всем пространстве СНГ, да, что уж говорить сегодня, это праздник, наверное, общемирового масштаба, поскольку наши соотечественники проживают во многих странах, не только в Европе, не только в Азии. Конечно, существует сегодня много людей, которые пытаются наглым образом сфальсифицировать итоги Великой Отечественной войны. Пересмотреть, как говорят. Пересмотреть, совершенно верно. Но правда, правда говорит о другом. И когда мы сегодня, допустим, говорим о тех днях, о истории Великой Отечественной войны, таким образом, конечно, мы не даем возможности тем людям, недобросовестным людям, распространять эту информацию. Вот это, наверное, самое важное. Самое важное. Чем больше будет информации о тех днях, настоящей информации, правдивой информации, тем сложнее будет людям искажать ее. И тем не менее, смотрите, мне кажется, что ситуация в наших странах, она на самом деле разная. Потому что политическая обстановка за все эти годы в Республике Молдова, мы знаем, все зависело от того, какие силы были у власти. Их назвали пророссийскими, те, кто как раз призывал к памяти, значит, павших в Великой Отечественной войне. Но смотрите как, ведь у Молдовы, по сути, по медскому высказыванию одного гостя моей программы, он сказал так. Молдова, смотрите, это страна-победитель. И вы должны, да, и вы должны очень этим гордиться. Вы должны это помнить. Вы должны высоко нести голову. А у нас ведь, по сути, так не происходит. Происходит несколько по-другому в России. Россия всегда в тяжелые времена обращалась к своим историческим корням. Всегда так было. И при Сталине мы помним, да, когда случались такие времена, все-таки обратились к этому. Вот и сейчас. А вот у нас почему так? Борис Андреевич. Людмила, вот вы задали очень интересный вопрос Михаилу Владимировичу. Я вот здесь, он вот как бы пересекается с тем, что вы спрашиваете у меня. Почему в России так? И в Белоруссии, кстати, вот там очень остро относятся к вопросам, связанным с Великой Отечественной войной. Из 27 миллионов советских людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, я эту цифру называю совершенно официально, 18 миллионов – это русские погибшие. Из них 13 миллионов – это мирное население, целенаправленно уничтожены. Вот мы должны говорить правду о той войне. Каждый третий Белорус погиб во время Великой Отечественной войны. Вот это правда. То, что творится у нас сегодня, это все под воздействием вот этих западных либеральных современных европейских ценностей, которым хотелось бы переписать итоги нюрнерского процесса, которым хотелось бы повернуть, может быть, историю спять, а может быть, переделить опять что-то в Европе, да, границы, территории и так далее. Поэтому наша система образования сегодня, она воспитывает не патриота у нашей страны, не граждан Республики Молдова, а минимум граждан сопредельного государства, скажем так. И вообще, посмотрите, что происходит в Европе. Вот они вот какие-то все общие, да, у них какие-то общие ценности, они перестают быть христианами, они не гордятся своей истории. Так они общностью как раз и гордятся своей... Понятно, а это все размывает вот те чувства, которые формируют опять гражданские качества. Вы в наших учебниках ведь не найдете о том, что в годы Великой Отечественной войны погибло 650 тысяч жителей Молдавской Советской Социалистической Республики из 2 миллионов 400 тысяч населений на июнь 41-го года. 650 тысяч. И вдумайтесь в эту цифру. Из них 570 тысяч. Это мирное население. Из них, из этих 570 тысяч, около 300 тысяч евреев и 50 тысяч цыгам-ромов, которые целенаправленно уничтожались. Вот это та правда. Конечно, вот в Европе об этом сегодня не хочется вспоминать. Там не хочется вспоминать о Мюнхенском сговоре, да, сентября 1938 года. Там не хочется вспоминать о том, что вот тот пакт Молотова-Риббентропа, о котором они нам тыкают глаза, был 14-м, до него было 13 точно таких же договоров, в том числе и с Великобританией, и с Францией, и с той же Польшей, два договора о ненападении, о мире и так далее. Вот им сегодня этого не хочется вспоминать. Вот поэтому все, что там происходит, оно автоматически сегодня переносится к нам. Они нам дают кредиты, они нам дают гранты, они спонсоры, они на треть формируют сегодня наш государственный бюджет. А тот, кто платит деньги, тот заказывает музыку. Я поняла вас, Зураб. Почему вот Молдова, вот этот титул, который могла бы носить гордо страны победителя фашизма, как-то так это вот все, так что тихонечко никто не заметил. Почему так происходит? Понимаете, вот если внушить народу комплекс вины, то им потом легко управлять. Мне кажется, что... А вины за что? Вот вы говорите все время с Борисом Андреевичем. Вины за что? Вот мы как раз и говорим. Для того, чтобы внушить этот комплекс вины и заставить принимать эти кредиты, гранты, плясать под дудку западных кураторов, для этого не просто нужно, скажем, посадить своих марионеточных руководителей и им управлять. Нужно еще создать в обществе такую атмосферу, чтобы люди не поднимали голову, не гордились. Почему, опять же, западников бесит наше отношение к победе? Они говорят, что да сколько можно говорить о войне, да почему надо наконец-то прекратить, нужно сделать это днем мира и согласия 8 мая и так далее и так подобное. Потому что у них-то нет такой победы, понимаете? Да, есть у англичан и у американцев, но их в целом отношение, их участие в войне, их вклад в войну, он другой. 70% всех фашистских сил и их союзников были перемолоты, уничтожены на Восточном фронте. На Восточном фронте. Да, но мы знаем прекрасно, что те же американцы уступили войну только в 44-м году активно, по-настоящему открыв второй фронт. Вот если бы великая победа была у них, то есть я имею в виду, если бы у них была такая дата 9 мая, такие заслуги, то, конечно же, они бы праздновали это так, как они это умеют раздуть, скажем, использовать свои средства массовой информации и препагандистскую машину. Но у них этого нет. А, скажем, у народов, населяющих бывший Советский Союз, то есть граждан независимых государств, это есть. И если бы, скажем, по-настоящему граждане Молдовы, все, большинство, скажем, гордились вот этой победой, то, безусловно, они бы не позволили, чтобы в стране правили марионетичные политики, которые подчинены Западу. И тогда бы они бы сделали все возможное, чтобы были независимые политики и проводили независимую линию, как внутри страны, так и вне ее. Поэтому очень важно с точки зрения, скажем так, политического класса зарубежного, который пытается контролировать процессы, происходящие на пространстве бывшего Советского Союза, очень важно внушить этот комплекс вины. И очень важно подкупить элиту гуманитарную в Молдове, в Белоруссии, сейчас эта работа ведет очень серьезно там, на Украине, но с Украиной мы уже видим удалось очень многое, в России, безусловно, потому что там существует целая группа, огромная достаточно интеллектуальная в среде, которые как раз всячески показывают, что пытаются доказать, что 9 мая это не праздник Победы, это на самом деле надо иначе оценивать и так далее. Цель стратегическая одна, это сделать так, чтобы граждане, наследники Победы не поднимали голову, чтобы они слушали все советы западников, чтобы они действовали в русле англосаксонской мировой политики и выполняли все указания. Так как этого не происходит, вот это им очень сильно не нравится. И дата 9 мая, соответственно, приводит к таким столкновениям. И мы видим, что именно вокруг даты 9 мая началось, по сути дела, возрождение и социально-экономической, политической, духовной России. Потому что в 90-х годах, когда все было развалено, только дата 9 мая объединяла всех людей. И постепенно вокруг нее стала выкристаллизовываться уже и государственные диалоги. И наконец-то вспомнили уже в 2000-х годах, что все-таки... То есть они нашли вот тот россиянин, тот объединительный момент, который... Даже если бы вынужден было это признать, понимаете, даже такие оголтелые либералы 90-х годов, они вынуждены бы признать, что ну куда ты денешь эту дату 9 мая. Она есть, и люди выходили. Я помню, да и сейчас это есть, но в 90-х годах, я помню, после всех этих трагедий, связанных с развалом, с распадом, с войной, которая шла на Северном Кавказе, когда 9 мая сотни тысяч людей вышли на улицы Москвы, по сути дела, ну там почитали, около двух миллионов и праздновали, в 95-м году праздновали победу. И стало понятно, что не все потеряно, и люди подняли голову, и люди поняли, что все-таки психология, которая навязывалась либералами российскими, типа что рабская психология, рабский народ, сталинизм, колыма и так далее, вот вокруг этого выстраивалась целая вот эта тема, что нельзя поднимать голову, нельзя радоваться победе, что это не победа вовсе, что на самом деле все очень плохо, и вообще надо каяться, каяться и каяться. Вот этот бред они пытались нести. Сейчас, слава Богу, не только в России, но и в других странах бывшего Советского Союза эта тема пересматривается, и идет борьба, да, кое-где она приводит к успеху, скажем, в странах Центральной Азии, бывших республиках Союза. Там эта тема абсолютно однозначно оценивается. 9 мая праздник победы, и все это отмечают. Там иные точки зрения есть, но они маргинальны, в маргинальном состоянии. На Кавказе немножко иначе, но в Азербайджане празднуют очень активно. В Армении, в Грузии, конечно, немножко иначе. Но Молдавия пока занимает пограничное состояние. Слава Богу, что в целом большинство граждан признают, что это праздник 9 мая. У нас как раз говорят, инициатива снизу сильна, а вот... На самом деле действительно инициатива снизу... Да, именно так. Есть правительство, это две разные... Да, на самом деле очень приятно, вот если взять просто завтра, объехать на машине регионы страны, районы, то мы увидим, что везде празднуют, везде подготовили памятники, привели их в порядок. Я проезжал буквально по северу Молдовы, увидел, очень приятно было посмотреть, как памятник, танк, памятник, который расположен вблизи села Чиншевуцы, там сегодня приводили, давно уже привели в порядок, но там готовили их завтра к празднованию 9 мая и так далее. Очень много всего происходит именно снизу. И это отрадно. Это значит, что есть очень серьезные шансы на то, что мы... Может быть, очень скоро придет такое время, когда мы не будем спорить и говорить о том, почему идет такая борьба в 9 мая, а просто всех она объединит и позволит, будет посоветствовать развитию государства. Спасибо. Господин Гачук, вот смотрите как, мы все эти годы искали национальную идею, чем занимались все годы независимости. Говорили, вот давайте мы вот найдем что-то такое, чтобы наши все молдавские граждане во имя чего сплотились в едином порыве и построили бы такую замечательную страну. Искали, искали. Вроде в какой-то момент некоторым даже показалось, что вот она евроинтеграция, вот оно, вот оно, вот оно, а потом как-то вот оно, украли миллиард и так уже больше не говорили. Вы, как полагаете, почему вот у нас так вот предлагается, на поверхности лежат вот эти вот идеи, почему их отвергают? Тоже будете говорить, за граница нас смущает в этом вопросе? Нет, я буду говорить по-другому. Я скажу, что может быть неверно с теоретической точки зрения, но все зависит от личности, от тех, каких политиков нам Бог послал. У нас же был президент, ну, исполняющий обязан, который не признавал наше государство. Генпус, в смысле? Да. Который говорил, что мы не победители, который говорил, ну, вообще, они, вот унионистов, я заметил, что если человек говорит, что он за независимую Молдову, за сильную Молдову, за процветающую Молдову, что он молдаванин, говорит по молдавскому языку, значит, он предатель, он манкурт, негодяй и так далее. А если он говорит, что он за румын, то, значит, он порядочный, человек хороший. Меня это удивляет, мягко скажу. Второе, второе, скажу, что все-таки зависит от политиков. Конечно, движение снизу, оно нужно, оно должно быть и оно есть. Но если вверху такой президент, который был, то да, и я хочу сказать, что на сегодняшний день, в моем понимании, президент Игорь Леонидов, Дадон, делает очень многое, очень многое для того, чтобы день 9 мая был празднован с почтением, с уважением, и все ветераны Великой Отечественной войны, они чувствуют эту заботу, и я лично слышал это не разу от ветеранов, те, которые участвуют. И вы же сами знаете, он и награждает их, и высшими орденами награждает, и помощь оказывает, то есть, и вот было сказано здесь, что памятники приводятся в нормальное состояние, все это в большей степени при поддержке, при его инициативе, и при его даже давлении, я скажу так. Спасибо. Господин Давыдов, вы услышали разные точки зрения, да, вот, а я хочу вас спросить, вы могли бы сформулировать вот отношение официальной Москвы, да, к тому, что происходит в бывших советских республиках по отношению к Дню Победы? Вот вы же видите, что Запад, он не дремлет, он же пытается предлагать какие-то нам вещи взамен, и Дни Европы, и все остальное. Есть ли политика Москвы, и в чем она заключается? Ну, наверное, официально сформулировать я не возьмусь, но я хотел бы согласиться с уважаемым господином Тодуан, что праздник Победы стал таким объединяющим, объединяющим фактором в Российской Федерации. Это главный праздник сегодня, святой для нас, для всех, и, конечно, я думаю, я уверен абсолютно, что таким же объединяющим он должен сдать и для всех стран СНГ. У каждого народа, у каждой страны есть такой день. Мы можем поехать в Европу, в Америку, допустим, испанцы сегодня отмечают свой главный праздник, и этот главный праздник это освободительная война против Наполеона. Мы хорошо это знаем, сколько лет прошло, а тем не менее, в этот день вся страна выходит на улицу, организуются парады, никто не задает вопрос, почему, зачем. Мы можем также вспомнить Бельгию, для которой день освобождения от испанцев, уже в свою очередь, тоже является праздником. Можно этот список долго продолжать. Кто-то празднует победу в гражданской войне, кто-то, как французы, взять Бастилию. Каждый народ имеет такой праздник, праздник-символ, который объединяет всех, который даже не... Ну, это как святыня, он не обсуждается. Думаю, что и День Победы это вот наш праздник, который символизирует наш интернациональный подвиг наших отцов, дедов, который мы должны передать, конечно, память об этом подвиге нашим потомкам. То есть вы хотите сказать, что Москва все время настаивает на том, что это был подвиг всего советского народа и никогда не забывают о том, Москва не настаивает, это фактически так. Это подвиг многонационального советского народа, это подвиг, если хотите, русского, молдавского, украинского, я могу продолжать, всех народов, населявших эту большую великую страну. Спасибо. Каково сегодня отношение к фашизму? Вроде бы, как понятно, был Нюрнбергский процесс, вроде бы, как там были сказаны важные слова, а потом происходят какие-то вещи, ну, даже на Украине. Вот некоторые выходят и говорят, ну, это же обыкновенный фашизм, и это не название фильма «Рома», да? Отношения разные, Людмила. Вот вы как полагаете, спустя столько лет, да, как можно на сегодняшний день сформулировать вот это отношение к фашизму? Людмила, со дня 9 мая 45-го года прошло вот 74 года ровно, да, этой великой победы. В следующем году все мировое человечество будет праздновать 75 лет победы над гитлеровским нацизмом. И, конечно же, вот то страшное, оно забывается. Вот когда у человека сегодня что-то болит, рука, нога, вот сердце давит, ему плохо, он как-то это чувствует и ощущает. А когда прошло уже фактически три поколения, да, вот уже внуки на сегодняшний день школой заканчивают уже во взрослом состоянии, они взрослые люди, вот, конечно же, они не видели этих ужасов. И, конечно же, мы не можем каждый день по телевизору крутить этот фильм, шикарнейший, прекрасный фильм, обыкновенный фашист, да, хотя вот его, наверное, надо бы включить в школьную программу, чтобы мы просто этого не забывали, вот, вот, как не классное мероприятие какое-то, еще что-то, чтобы дети это видели, вот, чтобы люди об этом просто задумывались. Вот это очень, конечно, большая проблема, потому что, ну, как вот в общем у человека, вот мы поругались друг с другом, да, ну, вот сегодня у нас эмоции, мы бурлим, а смотришь, через месяц уже встретился с человеком, ну, ладно, уже как-то прошло, ведь и с немцами, тогда же, да, и те, кто воевал тогда в 41-45 году против советского народа, ведь к простым людям, да, даже к тем же пленным относились нормально, по-человечески, да, как, образно говоря, гуманитарно, потому что люди в большинстве своем всегда остаются людьми, и вот оно как-то уходит, вот сегодня даже на одном из мероприятий я встречался с молодежью, вот, и мы общались, ну, один паренек, говорит, Борис Андреевич, ну, вот если, говорит, положа руку на сердце, говорит, вот скажите, пожалуйста, если бы наши деды, прадеды вот тогда проиграли, говорит, сдались в плен, говорит, мы бы жили сейчас бы в большой объединенной Европе, пили баварское пиво, да, пили баварское пиво, закусывали их немецкими колбасками, говорит, и все было бы хорошо, я ему ответил очень просто, я говорю, наверное, немцы могли бы пить пиво и закусывать колбасками, а вот тебя точно не было, потому что не было бы твоих папы и мамы, потому что в планы нацистов не входило размножение недочеловеков, а для них все остальное, что не входило в арейскую, раз, это были недочеловеки, и сегодня вот, вот говорят, да, конечно, это страшная трагедия, 6 миллионов, да, евреев было уничтожено в годы Второй мировой войны, но мы вправе сегодня говорить о другом, о том, что это был целенаправленный геноцид и уничтожение славянского населения, русских, прежде всего, украинцев, белорусов, и в планах нацистской Германии было до Урала оставить 10-15 миллионов рабов, а все остальное население подлежало уничтожению в течение 10-15 лет, сегодня же план ОСТ и все другие документы, они официально опубликованы, рассекречены, это все есть, но об этом надо говорить, это надо учить, а не 2 часа в программе молдавской школы на всю Вторую мировую войну, я не говорю Великую Отечественную, тут сегодня говорят, вот стесняются, да, у нас этого термина практически уже нет, а его целенаправленно пытаются вытереть из учебников и убрать, что, потому что, мол, мы какая-то часть Второй мировой войны и все остальное, то есть мы вот в том контексте получаемся очень, нет, ничего подобного, сам термин Великая Отечественная война говорит о том, что, да, была Вторая мировая война, но была наша война, нашего народа, на который целенаправленно напали с целью его уничтожения. Вот надо просто правильно расставлять акценты, говорить так, как оно было. Было и хорошее, было и плохое, было разное. Развитие темы, если позволите. Да, об отношении к фашизму. Я думаю, что сейчас мы переживаем период, когда об этой страшной угрозе просто мало знают. Мы имеем дело с невежеством, тотальным невежеством, которое проистекает как в молдавском обществе, так и в обществе многих стран Европы. Это проистекает от того, что вольно или невольно, как правило, вольно, как правильно, специально, целенаправленно навязываются такие программы обучения, как в Молдавии, где на изучение этого периода отводится очень мало времени. И мы имеем сейчас достаточно много молодых людей, которые вообще не знают о том, что происходило в то время. И не знают для них, что такое план ОСТ, это непонятное название. Они действительно могут рассуждать в том направлении, о котором мы приводили, пример по поводу того, что про баварское пиво, не понимая, что действительно нацистская идеология и фашистская идеология, они не знают главного. Главное состояло в том, что фашистская идеология была человеко-ненавистническая идеология. Она основывалась на теории расового превосходства, согласно которой действительно право на существование и все блага жизни на планете имела так называемая арийская раса, все остальные рассматривались как неполноценные и подвергались либо планомерному уничтожению, либо планомерному сокращению. Поэтому по этим подходом они это и делали. Вы знаем, фабрики смерти, конституционные лагеря, в котором погибли миллионы людей, это было начало этого процесса. И если бы победил тогда фашизм в то время, то понятно, что по сути дела все те, кто сейчас в средствах массовой информации, в социальных сетях выступают как вольные или невольные оправдатели фашизма или попытка пересмотреть или какими-то хитрыми способами бросить тень на 9 мая на победу, они не понимают главного, чтобы их действительно бы не было никого. Потому что, к слову, румынская нация не относилась по фашистской идеологии к арийской расе и тоже поддержала сокращение. Просто Гитлер желая иметь Румынию в качестве союзника пушечного мяса, вот эту тему на определенное время не афишировал. Но румынская нация не рассматривалась с фашистами как арийская. Поэтому их тоже ожидало сокращение. Короче говоря, мы сейчас имеем какую главную проблему? Я считаю, это невежество в обществе, не только в Молдавии, но и за пределами в отношении главных проблем связанных с Второй мировой войной. И я полагаю, что это поддерживается на разных уровнях. В Молдавии это поддерживается на уровне правящей группировки. Я думаю, что дело еще в том, господин Давыдов, что говорят, что фашизм меняет свои формы. То есть, да, ведь всякое учение даже, то, которое нам кажется, что оно раз и навсегда, оно все равно все-таки развивается. И мы уже и они о фашизме говорили, и о сегодняшних его формах. Господин Давыдов, вы как можете это прокомментировать? Вообще отношение к этому всему явлению? Ну, не секрет, что в 90-е годы во многих странах, особенно восточной Европы, был всплеск, всплеск неофашизма. Но сегодня, мне кажется, ситуация меняется. Прошло достаточно времени, несмотря на то, что многие страны, ну, я сейчас не беру, конечно, не говорю об Украине, там особая история. А хочется спросить, да, именно так. Ну, в целом, все-таки, прошло время, и ситуация меняется. Вот, например, Российской Федерации уделяют большое внимание историко-просветительской, просвещению, именно в контексте истории, истории Великой Отечественной войны, истории борьбы с фашизмом. Россияне стали снимать замечательные фильмы о войне, новые фильмы. И вот как раз молодежь... Появляется много очень интересной литературы, очень много телепроектов, телепередач, кино. Кино — это, наверное, одно из важных тоже каналов донесения информации. И мы видим, какие сборы в этих фильмах. Они, ну, великолепные, интересные, и молодежь на них с большим удовольствием идет. Вот, хотел бы в качестве примера привести. Буквально 7 мая мы принимали участие, Молдова в том числе подключилась, проходила диктант победы. Это впервые вот в этом году в акции приняло участие 20 государств. диктант победы, чтобы сразу пояснить, это не совсем диктант, это название, а речь идет о тесте, тесте на знание истории. Вот, и я сам лично принимал в нем участие, сколько как организатор, сколько как человек, который... Ну, как? Все правильно ответили? Ну, результаты мы скоро узнаем. Я, пройдя этот тест, могу с уверенностью сказать, что это очень очень полезная, нужная инициатива, которая позволяет добавить интереса к этим страницам истории, в первую очередь у молодого поколения, потому что я уверен, что многие, после... кто принял участие в этой акции, а в этой акции приняло участие, много молодых людей, они залез, нашли в интернет и уверенно... Нашли ответы. Да, нашли ответы, почерпнули много-много для себя нового. Особенно, если мы говорим о молдавской молодежи, которой, вы правильно сказали, очень мало в школьном курсе дается такой информации. Более того, я уверен, что такой опыт, он очень полезен будет для Молдовы. Мы отмечаем в этом году круглую дату освобождения от фашизма. Я думаю, что вот, пользуясь этой трибуной, может быть, и канал, может быть, общественные организации подключатся, и мы могли бы такой диктант уже провести как раз по молдавской истории, по молдавской истории Великой Отечественной войны, Яско-Кишиневской операции. Если не в августе, то в сентябре провести. Это когда уже придут, что все школьники начнут учиться. Я думаю, что наш канал непременно в этом примет участие. Возьму на себя смелость это сказать. Господин Гайчук, о фашизме хочу вас спросить. Вы как считаете? Во-первых, конечно, было сказано фактор времени, 75 лет. Но пока мои друзья говорили, я вспомнил, что 50 лет тому назад, когда мне было 7-10 лет, да, когда называл, хотел оскорбить кого-то, говорил, ты фашист. И это было оскорбление. И я хочу вас успокоить, что неделю назад, допустим, когда меня тоже сильно вывели из себя, и я вспомнил, я сказал, так вы фашисты. И это оказалось, что большое оскорбление. Я даже не ожидал, что люди так отреагируют болезненно. Я мог их назвать по другим словам, нецензурными, но вот это их сильно оскорбило. Поэтому я хочу в некоторой степени вас успокоить, себя и, наверное, всех, что у нас в обществе молдавском к понятию фашизм отрицательные отношения. Я думаю, что у стопроцентного. Ну, может, 99, потому что есть и больные, которые не воспринимают. Но я думаю, что не так, вот, к сожалению, не так скажу, что любовь к 9 мая была стопроцентная. Здесь я бы дал оценку в таком процентном отношении 70-80 процентов. Все-таки 30 процентов не так они, ну, хотя бы нейтрально относятся. А вот к слову фашист, я уверен, что в молдавском обществе это отрицательное, это нарекательное, это ругательное, это очень оскорбительное слово. Поэтому, ну, это не означает, что мы должны быть спокойны. Я абсолютно согласен, что это должна быть система воспитания, информирования, постоянное информирование, напоминание, потому что все-таки 75 лет от нанесения удара, от боли, от той боли, потому что болела тогда вся страна, потому что в каждой семье, и в Молдове в каждой семье был участник войны, или инвалид, или не вернулся, или вернулся с проблемами, и так далее, и так далее. В каждой семье. Поэтому это была живая рана на теле всей огромной страны. Поэтому время, оно все равно сглаживает, сглаживает отношения, вот это нарекательное, или отрицательное. Но оно осталось, поверьте мне, любому политику, любой ориентации, скажи, что он фашист, он это очень болезненно воспримет. Болезненно. Начнет сразу отнекиваться, отрекаться, и так далее. И еще я понимаю, что заканчивается программа. Немножко есть, нет еще не четыре. И я хочу сказать, что партия социалистов предлагает много усилий для поддержки ветеранов, организовывает марш памяти. И я смотрю другие партии, которые раньше как бы вообще ничего к этому не имели, или даже как-то отрицательно относились, тоже начали привлекать. Почему? Потому что все общество положительно относится к этому празднику. И они понимают, что это голоса. Вот все равно это есть. Но я хотел этим подчеркнуть, что все равно День Победы есть, был и будет. И будет, вы уверены? Я уверен. А тогда задам провокационный вопрос. А фашистам у нас делать нечего. Вот смотрите, вот ваше поколение, мое поколение, мы получили эту прививку. Нас воспитали. Нас бабушки, дедушки верили на мемориал. Мы возлагали цветы, мы смотрели фильмы, мы учили другую историю. А можете ли вы все-таки вот сейчас честно так для себя ответить на вопрос, а что будет, когда у нас в стране и к власти, и вообще основными, я не знаю, гражданами нашей страны станут дети, как я говорю, интегрированной историей. Те, которые изучали интегрированную историю, те, которые изучали историю румын, всякие, всякие, всякие. Вот что будет тогда? Я знаю, что все равно будет все хорошо. Я хочу сказать, 30 лет в школе вдалбливают румынский язык. Говорят, что это румынский язык. Хотя мне говорили 10 лет, мне 10 лет говорят, что это молдавский язык. А у меня был молдавский язык, да? Вот 30 лет. А сон даже опросы показывают, что в Молдавии 70-80% считают язык молдавским. Сколько ни говори, все равно... Сколько ни говори, а решение конституционного суда не считают. Понимаю, который по-другому. А самосознание остается у человека. Есть генетическая память. Она заложена и в том числе в молодых поколениях, это естественно. И та цифра, о которой я сказал в начале нашей передачи. 40 тысяч уроженцев Молдовы принимали участие в войне на стороне советской армии. Это означает, что эта память сохранится и будет передаваться и далее. Но есть угроза размывания вот этих ценностей и возрождения фашизма, в том числе и в Молдавии. Если мы не будем давать правильную оценку и не будем стараться изменить ситуацию с изучением истории, с изучением с развенчанием мифов исторических, которые связаны с войной, и вообще не наведем порядок в отношении к истории собственной страны, как в средней школе, так и в высшей школе. Потому что, ну, я не знаю, скажем, все так, пройтись по книжным магазинам, то найти глубоко, серьезное исследование по истории республики Молдова практически невозможно. Ну, вот только Борис Андреевич вместе с господином книжки пишет. Можно я воспользуюсь? Да, можно. Покажу, как вы вот тут, видите, написали, спасибо им за это исследование, это на самом деле интересная книга, здесь очень много нового, и много новых героев. Найти биографию, к примеру, великих господарей Молдовы как государства, как древнего княжества невозможно. Найти, скажем, вот я одно время задался целью, найти просто карту, карты сражений, Штефана Великого. Известно, что он одержал 40 побед. Мне было интересно, карты должны быть, карты сражений, но невозможно найти, потому что в изданном виде в книжных магазинах. Складывается такое впечатление, что в исторической науке, в отношении к идеологии государственной, ну, существуют линии на размывание, понимаете, и рано или поздно, я опасаюсь чего, я опасаюсь того, что вот эта заложенная генетическая память, она не сможет перебить то, что внушается с младых лет и про румынскую историю, про румынский язык, и про отношение к Второй мировой войне. Закон диалектики. Количество переходит в качество. Ну да, на каком-то этапе, это может быть через 10, через 20, через 30 лет. К сожалению, у нас есть пример, понимаете, соседняя Украина, где, к сожалению, и свастика, и все, что связано с проигравшей стороной военной войны. Да, и все перевернулось. И вот она рядом. Обратите внимание, ведь в этих событиях участвуют десятки тысяч людей, молодые люди. То есть там у этого уже сработало, там уже это произошло. Это может произойти в любой стране, если не давать оценку, и если давать волю политикам, которые пытаются играть на этом, используют это на своих интересах. Вот и все. Спасибо. Господин Давыдов, вы разделяете эти опасения? Ну, я тоже придерживаюсь той точки зрения, что генетическая память это очень важный фактор. При этом мы, конечно же, не должны пускать все на самотек. Рост сотрудничества имеет огромное количество проектов, программ, которые направлены на сохранение памяти о Великой Отечественной войне, и эти программы в том числе в них принимают участие и граждане республики Молдова. Но что я хочу сказать, что вот перевести тут в качестве примера слова хорошо известного ученого, шотландского ученого Адама Смита, наверное, вы прекрасно знаете, слышали это имя. Вот он сказал, что единственное сокровище человека — это его память. Лишь в ней его богатство или бедность. Вот я всех призываю быть богатыми и хранить нашу святую память о героях и Великой Отечественной войне. Спасибо, господин Шаповалов. И вы. Вы так серьезно смотрите. Я считаю, что... Ну, вы знаете, да, генетическая память есть. Вот пример Украины, вот он, он ярко показывает. Пример прибалтийских республик, он ярко показывает. Да у них что? У них нет генетической памяти. Что у украинского народа нет генетической памяти. Есть эта генетическая память. Но видите, как мощная система пропагандистская, если ее правильно использовать, она может переформатировать человека. Вот мы сегодня говорим о фашизме. В 1933 год они пришли к власти. В 1945 году, 9 мая, вот их добили, 74 года тому назад. Смотрите, что они сделали со своей Германией. Смотрите, что они сделали со всей Европой. По сути, за 8 лет. Да, дошли до Сталинграда. Вы смотрите, там фактически за 8 лет они переформатировали свою нацию, прежде всего, и они поработили всю Европу. Практически очень многие европейские государства стали фашистскими. Потому что у власти были фашистские правительства. 9 стран официально воевало против Советского Союза, а 15 еще отправляло добровольцев на Восточный фронт. Но это же правда. Значит, это можно переформатировать при помощи пропаганды, при помощи денег, если это будет государственный аппарат. Я считаю, что вот это страшно. Вот таких людей нельзя допускать к власти. Поэтому я поддерживал и буду поддерживать и социалистов, и президентов в том, что они делают. Ну что, мы вынуждены констатировать еще раз в очередной раз о том, как влияют на ситуацию политики. И хочу вам тоже зачитать одно высказывание. Мне тоже показалось, что оно вот что называется здесь к месту. Война и трагедия этого периода, если несет какой-то урок, то главное, больше никогда не бряцать оружием, не воевать, особенно на территории Европы. Я не знаю, пусть каждый из вас ответит на вопрос, условили ли мы этот урок. Потому что, на мой взгляд, во всем том, что мы сегодня говорили, это и есть самое-самое главное, чтобы мы этот урок усвоили. Я вас благодарю за то, что вы пришли и участвовали в этой программе. Я думаю, что выражу общее мнение, если поздравлю всех ветеранов с этим великим днем и не только ветеранов, а всех тех, кто празднует этот день. А поверьте, этих людей у нас очень-очень много. Я же говорю, что сердце радуется, когда видишь, сколько людей где-то идут к мемориалу. Поэтому мы должны, наверное, сказать спасибо тем, кто отвоевал мир и, конечно же, низкий вам поклон. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова